Я что ли такой животик отрастил? Знаете-ка, у нас кошка-то толстая становится. После стерилизации это. Беленькая это нормальная она у нас такая, леди-леди. А эта толстеет. Кошка-то толстая. Выгребли сегодня мышек. Игрушки. Все утро тут бегают с этими мышками. Как, смотри, ей лень даже встать. Она уже набегалась. Она уже наигралась. Выворачивается. Но сегодня они бегали, конечно. Все в шороху доставалось. Ой, как она вывернулась. Красавица ты наша, да? Ой, какая красивая кошка. Там мойца. Конечно, так я забрала. Ага, что не забираешь, да? Хе-хе-хе-хе. Двадцать первое марта. Снег продолжает падать. Ему надо таять, а он продолжает спускаться с небес. Тот же день, двадцать первое августа. Слава Богу, разнесло все тучи. Голубое небо. Выглянуло долгожданное солнце. Давно его не было. Зимой больше было, чем сейчас в марте. Ну, в конце особенно. Что-то как-то и теплее стало, и снег все шел, и шел, и шел, и шел, и шел. А сегодня прямо хорошо. Сейчас посмотрел, сходил на температуру, минус два. Ну, давай, снежок, растаивай быстрее. И будет лето. Что ты меня не позвал, что-то ты там делал для проводов. Ну, да, я что-то думал, это никому не интересно. А сейчас ты чего делаешь? В проводах? Сейчас, да, вот, на камеру. Это у нас система видеонаблюдения, и провод болтался просто. А чтоб он не болтался, кабель канала запускаем. Пожалуй, делал для работы штучки. Он часто делает. Я не вижу же, он же ведь везде так же. Ну, собственно, он тоже за мной не смотрит, где я что. Ну, мне надо вот такие вот тут собирать кулачочки, когда кто-то что-то делает, чтобы... Ну, хорошо. А у меня никто не приглашает съемку сделать. Вот кабель канал прокладывает. В гараж свой вообще меня не пускает. Жадюга, такой жадюга. Приходится вот ходить кошек снимать, да они тоже от камеры убегают. Все вы непутевые, никто не хочет сниматься. Ну, посмотрите, какая баржа здесь лежит у нас. Она ведь у нас жрет и толстеет. Она после стерилизации стала очень жрать много. Вообще-то она и раньше ела много. Телсенькая. 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 Она всегда красивая, да? Пойдем на ручки. Ну, куда-то я опять поперла. Она так спала, она даже не разгибается. Пойдем на ручки. Она спала, спала, а тут спала, спала. Куда-то опять затаскали. Затаскали девку, совсем затаскали. Ой, и она укладывается. Укладывается спать. Кажи, как вы мне хозяева надоели. У нас ласка не дается сильно на руки. А эту, с этой хоть что делай. Вот мы ее таскаем. Я-то не таскаю, Тельгис ее таскает. Ко мне она просто на пузо приходит, прыгает. Вот так. Вот так. И спим. Вот так. По-моему, вакцина у нас очень хорошо действует. На нашу работоспособность. Вот за несколько лет рассохлась итоговая. Да, у нас вот тут арочка. Она самодельная. Самодельная, которую надо было все лаком покрыть. Все лето, у нас несколько лет стоит, и ничего, и стоит, и стоит. Ну, сейчас вот решил он ее вдруг сдвинуть и потом покрасить после ремонта. Потом обработать все эти швы. Тоже не обработано ничего. Все стоит. И ничего, нормально. За время пандемии заскучали. Сегодня с дилером по машинам разговаривал. За год всего 2000 проехали. Ну, что это такое? Да, мы совсем не ездим на машине. Машина простояла год. Кошмар. Просто так простояла. Дилер очень удивилась. Машина стоит стоимость. Только в магазин съездим, и все. 20 километров в неделю. Картинку включил. И здесь для разнообразия. Сегодня 23 марта. Ничего не меняется. Снег не тает. Плюсовой температуры нету. Солнышко то появится, то исчезнет. Снег продолжает идти, но не тает. Мы в очередной раз вылазку из дома сделали. Делаем. Меня ведь так и не подстригли. Едем опять искать у них в Айрск. Цирк. Никогда такой проблемы не было. Тут устроили себе проблему. Ну, ничего. Может быть, вдруг удастся. А то в разные места надо ехать, идти, еще записываться. Еще в поликлинику, кстати, надо заехать. Через электронную регистратуру, через компьютер. Не получается. Будто все места заняты. И пишут, что остальные места через терминал в поликлинике. Ну, сейчас заедем. Запишусь заранее. То у меня 14 апреля. Последняя маммография там. Ильгиз завтра пойдет. У него уже все закончилось. Вся диспансеризация закончилась. Завтра он пойдет к врачу. 24-го. Ой, а мне далеко до врача. Тот же день, 23 марта. Все же я подстриглась. И случайно нашла своего парикмахера. Которая очень хорошо знает нашу семью. Которая нас очень много растригла. И одно время вообще только с ней работали. И ее привозили даже домой. Калина, тебе огромный привет. Я теперь знаю, что ты будешь смотреть мой канал. В то время еще каналом и не пахло. Не, он там начинался. И мы с ней потерялись в 18-м году. Ну, потерялись. У нее много событий произошло. И у нас все. Теперь у нас вновь будет свой собственный парикмахер. Я как-нибудь ее сниму, когда привезем ее домой. Встричься. Ильгиз едет за ней, привозит. Она в наше прихожее и стрижет нас. Очень хорошо. Не надо никаких очередей. Ни под кого подстраиваться. Ничего. И сейчас точно так же она меня подстригла. Галина, ты меня подстригла очень хорошо. Прямо мой размер. Полностью. Так что теперь, посмотрев на себя в зеркало, я все же хочу сделать себе брови. Вот это вот перманентный макияж, или напыление, как он называется. В прошлом году как-то я испугалась из-за аллергии. Будто бы, да ну, мы сейчас тут ревон какую вакцину на себе испытываем. Ничего нигде не происходит, а тут сверху ничего не случится. Хочу я записаться и сделать себе брови, чтобы их не красить и рисовать, которые я всегда это делаю. Ну, а потом, может, и до губ доберемся. Может, и губы покрасим. И так, и так, и это. Потом и до маникюров, маникюров, педикюров. Кстати, на педикюр тоже, наверное, запишусь тоже. Случайно нашла. Нашла у нас в Кирове, думаю, ну, кто-то же, наверное, делает ноги. Но не так ногти, как вот пяточки обрабатываю. Там натоптыши где-то какие-то там, мозолики. Вот это вот надо было. Потому что сам делаешь, все равно так чисто не сделать, как... Вот. И нашла, нашла вот прямо... Нашла там и с проблемными ногтями, вот, которые врастают, у кого грибок на ногтях. Все-все делают они, все делают. И у них немецкое оборудование. Думаю, ну, надо же, ну, у нас... Вот если захотеть, все найти можно. У нас в Кирове есть все. Вот просто все есть. Вот. И, наверное, туда запишусь. А насчет бровей я уже говорил, надо тату сделать. Ну, так это и есть. Это же та... Это самое, если... Татуировку. Ну, так татуировки можно и татуировку. Смотря... Это на всю жизнь. Да, закажешь, тебе, пожалуйста, сделают. Ну, мне такое не надо, мне просто на пыле не надо. Года на полтора надо. Подъехали мы к магазину. Договорим позже. Все, побывали мы в магазине. Все, что надо, мы купили. А, самое необходимое берем. Сейчас буду делать видео для вас. И для себя тоже. Ух, эти машины мешают нам выезжать. Лужи вот у нас. Ну, лужи-то они у нас и зимой могут быть. Скоро потом будет. Да, тут вообще все будет море-океан. Все здесь будет водички. Ну, люди уже вот сейчас кое-как идут по тропинкам. Да, уже хочется, конечно, чтобы... Но снег сойдет, и столько грязи откроется. Надо будет чистить, убирать. А дворников у нас, как всегда, нету. В поликлинику сегодня так и не записалось. Стыкалось, стыкалось. Надо было в саму регистратуру, а я в терминал. Можно, в саму регистратуру, наверное, надо было. А завтра? Да, возможно, и завтра. Да, завтра Эльгиз поедет к своему терапевту. Я его попрошу. Эльгиз, я тебя попрошу, запиши, пожалуйста, меня. К моему терапевту. Попробуй. Да, позаботься о своем ребенке. Ты заставил меня проходить диспансеризацию? Это не я. Ты. Это ты выпросилась. Ага, выпросилась. Вот, опять я виновата. Ладно. Девочки, мальчики, видео ни о чем, но... Все равно интересно, да? Куда ездим, чего делаем. Все, буду с вами прощаться. А, бровки-то все-таки я решила сделать из-за чего? То, что... Во-первых, я хочу просыпаться, чтобы быть сразу красивой. А, во-вторых, кругом будут поездки, поездки, поездки. Я уже это ощутила на себе, как это сложно. Постоянно это... Так я только одни брови крашу. Но они даже в течение дня уже стираются. Я не замечаю. Потом видео делаю, смотрю на себя, что я тут какая-то страшненькая. Можно подумать, что я когда-то была красивой. Но все-таки... Ну, все-таки... Пусть делают. Пусть бровки будут у меня в порядке. Ой, что-то все мрачное-мрачное эти видео. Уж скорее бы... Солнышко. Солнышко, солнышко. Скорей бы зима стала зеленой. Зеленой? Да. Лето то, видишь, теплое было. Очень теплое. Сколько купались, ездили. Столько лет не купались. А в прошлом году было очень теплое. Вот поэтому зима холодная. Раньше какая зима, говорили, такой будь лето. Сейчас наоборот. Какое лето, какая зима. Если жаркое лето, значит холодная зима. Все. Всем добра и здоровья. Всем пока-пока и до новых встреч. Двадцать третий марта. А мои хризантемы стоят. Ну, я, правда, им каждый день меняю воду. Ну, во всяком случае, вот два цветочка. Тот уже начал подсыхать. А два цветочка стоят. Листочки уже все. Посохли, посохли. Все пообрезала. Два бутона стоят. Умнички мои, какие красивые-то. Субтитры подогнал «Симон»!